доброго времени суток уважаемые подписчики гости моего канала я принесла посылочку функта выдачи почему-то закону подлости оповещение о том что посылка посылку можно забирать мне всегда приходит очень поздно вечером накануне закрытия пункта выдачи заказы не всегда как то жалко оставлять растения на ночь что же не там будут еще столько времени мариноваться в этой коробке бегом-бегом все-таки успела забрать буквально за 12 минут до закрытия и вот она у меня посылочка но хотя в принципе в этот раз у меня растений с корнями всего две штуки и хер и остальные это луковичные на посадку для осенней посадки пока сажать еще рано погода спает теплая давайте смотреть что здесь уложено хорошо так сразу скажу что должно быть 12 позиций у меня здесь открыт ноутбук и не буду его в кадр взносить нарцисс 2 гейхеры тюльпаны пион 4 лилии 2 фритилярии и какой-то подарок вот магазин ну давайте смотреть ну вот как раз гейхера почему-то она прямо на ней лежали луковицы и листья все конечно так и видно вообще там видно листья ну так в плачевном состоянии здесь поломаны погнутые видимо без солнца так пришел помогать код уберем его гейхера голден зебра а кстати ферже голден сейчас я посмотрю на фото нет все в порядке они такие желтенькие должны быть это хорошо по крайней мере грунт влажный и она живая это уже радует так этот код неугомонный сейчас где-нибудь за кровью если он еще раз прилезет так сразу же возьмем вторую гейхеру ну да она в таком же состоянии прямо на листьях лежат другие растения так секундочку брава кота очень любопытно если видеть что-то новенькое не успокоится ну вот это выглядит получше хотя есть гнившие такие листочки сейчас мы их уберем это гейхера шанхай вот так она пободрее выкрутит поживее чем это это прям да ладно смотрим дальше вот фритилярия или я замолчала потому что я немножко в шоке луковица не в лучшем виде я прямо чувствую от нее такой запах гнили плесени я не знаю видно это в кадре но в общем она вся покрыта плесенью ну не очень я думаю что я даже напишу магазин по поводу ненадлежащего качества она в плесени я думаю что тут даже не спасти здесь почему-то части луковица отсутствует как отрез на лопатой что ли я не знаю и вот это место и туда дальше по кругу оно в плесени я хочу найти сразу вторую это кстати желтая которую я как раз так хотела очень да а вот красный я даже отхожу ее подальше красный выглядит не в пример лучше посмотрите она уже с корнями корни конечно обломались во время доставки но не все есть корешки и прям такая бодренькая ретилярия рубра или рябчик красного цвета так давайте смотреть дальше это тюльпаны попугайные 5 штук но луковицы не очень крупные так на ладони все умещаются но в целом терпимо по сравнению с первой луковицей по крайней мере на них нет плесени в одном месте только есть вот здесь сверху но это все таки не критично тюльпанам зачет так это нарцисс эстертайт махровый нарцисс в прошлом году я уже покупала махровые нарциссы к сожалению они почему-то не взошли то ли померзли то ли не знаю что но мне очень хочется все таки их иметь и в этом я заказала еще всего одну штучку если уж и это не пройдет весной не расцветет то тогда откажусь от этой идеи так дальше лилии лилии пришли к земле очень маленькие лилии не нацветет еще на следующий год жалко конечно но по крайней мере она выглядит живой корешки и сама это тоже за счет lotus elegans такая розовая сейчас посмотрю да такая розовая с большим количеством лепестков это дальше лилия redhaven здесь две штуки также в земле вот эти уже гораздо крупнее вот это хороший размер лилии одна а вторая поменьше ну в целом хорошие да чешуйки такие живые два и еще должно быть две лилии портеплена тигровая знаете есть такие советские оранжевые с черным лилии у меня тоже такие есть достались мне от бабушки а это похожая но только она махровая ну тоже очень-очень маленькая жалко конечно когда покупаешь лилии все-таки хочется что посадишь их и весной уже увидишь цветение эта луковица не зацветет на следующее лето но будет будет расти будем растить и последняя лилия сорт скубиду на такого желтого ярко-желтого цвета ну среднего размера ну приличного вот такая вот хорошенькая так четыре лилии на месте пион пионов в принципе у меня много на участке но как-то я не удерживаюсь осенью заказываю еще по корешку тем более что обычно в этом магазине они стоят недорого но корешок маленький пока он растит сколько лет пройдет в своей форме до цветения еще не скоро в общем так ну что мы видим у пиона он также видит в земле у меня другой кот все время садится на ноутбук сейчас я тебя выгорю корешки очень сильно обрезаны буквально тут несколько сантиметров почек много раз два три четыре пять пять почек и вот здесь вот тоже следы плесени гнили это надо наверное даже удалить ну такой себе пион хотелось бы побольше честно скажу тем более стоит он немало так вот конечно натыкал закрыл да закрыл я хотела сказать вам сколько он стоит сейчас секунду поставлю на паузу так друзья я посмотрела вот этот пион стоил 779 рублей ну если бы конечно я видела что он мне придет я бы в жизни не купила вот такое вот но к сожалению когда заказываешь по интернету там только красивые фотографии цветения думаешь вау приходит вот такое на ладошке просто помещается я не знаю конечно сколько критично что так сильно обрезаны корни и выживет ли он еще вообще в принципе ну будем надеяться на лучшее и последнее подарок ну да маленький ну подарок что это мне положили галантус подснежник я один раз уже заказывала в этом магазине галантус и он не дошел ну ай я уколола скрепкой ничего ну посмотрим может быть в этот раз повезет больше да что ж такое опять он на ноутбуке и по крайней мере эти луковички порадуют меня вот такие вот малышки пришли мне в подарок ну что друзья такая посылочка ну что в целом такие смешанные ощущения вроде ну лилии ничего шампаны тоже нарцисс ну конечно вот расстроил и он за такие деньги такое не знаю вот это гейхера первая самая чахленькая дохленькая и больше всего я расстроилась из-за фритилярии или рябчиком потому что я очень хотела именно вот желтого цвета у меня есть оранжевые ну вот это я напишу на возврат потому что тут все очень плохо вот такая посылочка это я посажу уже в ближайшие выходные все ну пион я думаю уже можно остальное конечно когда будет попрохладнее так что вот так спасибо что посмотрели мое видео до новых встреч на моем канале